Продолжение следует... Конечно же, эти технологии занимают большой пласт. И они сегодня на пике спроса у молодежи. В эпоху, когда цифра проникает практически во все сферы жизни, профессии в области ИТ становятся одними из самых перспективных. Поэтому задача современной школы – это раскрытие способностей каждого ученика, воспитание личности, готовой к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Школа должна подготовить выпускника, обладающего необходимым набором современных знаний, умений и качеств, позволяющих ему уверенно чувствовать себя в самостоятельной жизни. И информационные технологии пронизывают всю нашу жизнедеятельность и являются ключевым вызовом современному образованию. Наша школа – школа информационных технологий. И считаю, что тот вектор развития, который заложен уже в нашем названии, отвечает всем вызовам времени и является актуальным. И, как известно, создание цифровой образовательной среды является одним из федеральных проектов, составляющих национальный проект образования. Цифровая образовательная среда школы должна стать единым пространством коммуникации для всех участников образовательных отношений, действенным инструментом управления к качествам реализации образовательных программ, работой педколлектива, оставаясь при этом управляемой и динамично развивающейся средой с учетом современных тенденций, модернизации системы образования и развития информационного общества. Первые шаги в развитии IT-технологии мы делаем вместе с самыми маленькими, с дошколятами. За три года, что существует наша школа, нам удалось выстроить сквозные образовательные траектории с детским садом, который находится на нашем микрорайоне и своей концепцией также уделяет большое внимание информационным технологиям. Концепция сетевого взаимодействия между нашей школой и детским садом реализуется в форме сетевого педагогического сообщества. Мы его так условно назвали Айтером. Осуществляющим свою деятельность согласно утвержденному плану работы, как в очном, так и в дистанционном режиме. Основные виды организации сетевого педагогического сообщества Айтером включают в себя мастер-классы, экскурсии, семинары, дистанционное обучение в рамках сообщества, совместные проекты и акции. Хотелось бы сказать, что вообще взаимодействие с детским садом не носит с собой только цель взаимодействия по линии информационных технологий. Конечно же, здесь, наверное, даже на первый план выходит настраивание системы преемственности. Когда наши дошколята приходят в школу, мы с ними закрепляем наставника из числа учеников начальной школы, которые знакомят их с жизнью. Вместе с ними занимаются проектами, которыми руководят наши учителя информатики. Занимаются робототехникой, программированием и так далее. Тем самым они уже привыкают к школьной жизни. Когда они приходят 1 сентября в школу, они испытывают меньше стресса и приходят уже в более привычную для себя обстановку. Тенденция же на повышение компьютерной грамотности, освоение технологий с самого раннего возраста привела к тому, что все больше родителей хотят обучать детей основам программирования с раннего возраста. И в связи с этим для учеников начальных классов мы ввели в учебный план курс раннего программирования, который реализуется на языке Scratch. Среда Scratch предназначена исключительно для учебных целей и обучения школьников младших и средних классов в основном создания собственных игр, анимаций и совместной работы над проектами. И раннее включение в организованную специальным образом проектную деятельность творческого характера позволяет сформировать у школьника познавательный интерес и исследовательские навыки. Ну и Scratch служит хорошей базой для изучения уже в дальнейшем языков программирования более высокого уровня. И привыкает детям навыки составления алгоритмов. И все это происходит в игровой форме, что, конечно же, сообразно возрасту учеников. Также, естественно, мы, как, наверное, уже большинство школ, наверное, в России реализуем направление робототехники. Не буду в него углубляться. Только скажу, что мы работаем с конструкторами VEX. Ну и добавить, что хотелось бы еще по работе в начальной школе. Это не совсем может быть связано с информационными технологиями, но все же это способствует развитию логики мышления. У нас вся школа абсолютно обучается по программе, вся начальная школа по программе перспектива, где математика идет по Петерсону у нас. То есть тем самым мы закладываем более глубокие познания математики уже с начальной школы. Далее, получив хорошие базовые знания в начальной школе, на уровне основного общего образования у нас в учебном плане предусмотрены два часа информатики. То есть с пятого по девятый класс по два часа у нас изучается. И большой спектр дополнительного образования, где считаем, что каждый ученик сможет найти что-то себе более интересное. Так, в пятом классе у ребят есть возможность изучить такие курсы, как компьютерная графика, где они могут учиться рисовать персонаж на компьютере, оживлять их с помощью анимации и добавлять как бы крашеные спецэффекты. Также преподаем цифровая гигиена, но это сейчас вообще в принципе такой тренд. Считаю, что да не только детям, но и взрослым неплохо было бы этот курс изучать. Формируем навыки для распознавания токсичного информационного контента, рисков цифровой среды и умения для противостояния воздействию деструктивных сообществ. В шестом классе мы продолжаем как бы этот курс, но уже его немножко трансформируем и называем кибергигиена. В ходе освоения которого учащиеся получают навыки исследовательской деятельности и анализы информации в интернет-пространстве, обнаруживают источники информации, каналы и способы ее распространения, и также учатся распознавать опасный и вредный контент. Также шестой класс это есть дополнительное образование по направлению 3D-моделирования. Во время обучения школьники нас учатся создавать трехмерные объекты из простых фигур и линий, которые затем все более усложняются. Работа они в Tinkercad. Седьмой класс уже у нас функционер клуб системный администратор, где ребята изучают устройство персонального компьютера, серверное и периферийное оборудование, получают практически навыки по сборке персонального компьютера и его конфигурирования. Учатся устанавливать и администрировать операционные системы. И понятно, что в рамках урока идет также это изучение, но все-таки более углубленное изучение устройства сети интернет разбирают принципы работы различных протоколов. Восьмые и девятые классы здесь мы организовали следующее доп. образование. Это клуб веб-программист, где ребята занимаются версткой и программированием уже веб-страниц и изучают основы дизайна, CSS. Также в этих классах мы предлагаем для изучения язык программирования Python. Он в настоящее время является, как мы знаем, лидером среди объектно-ориентирных языков программирования ввиду своей простоты и удобства. И, может быть, уже заметили, у нас линейка такая прослеживается по работе с графикой. В восьмом и девятом классе мы закладываем также курс по инженерной графике с программой Компас 3D. Черчение сейчас не входит в учебный план, не является обязательным предметом уже давно, но мы считаем, что он хорошо развивает все-таки мышление. И вот таким вот образом мы его все-таки ввели в курс под видом инженерной графики. Нельзя не отметить, конечно же, одно из ведущих направлений модернизации российского образования. Это профилизацию старшей ступени общеобразовательной школы, то есть создание системы профильного обучения. В нашей школе, мы пока школа молодая, у нас один десятый класс, один одиннадцатый класс, и они у нас делятся на две профильные группы, гуманитарного и технологического профиля. Ну, как видите, хоть и школа информационной технологии, но запрос на гуманитарное образование, он был, он есть, он, наверное, еще будет, он весьма высок, и мы от этого не отказываемся. Также, если есть спрос, мы это предоставляем. Но, что касается технологического профиля, то он у нас ориентирован, естественно, на производственную, инженерную и информационную сферу деятельности. Поэтому в данном профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы, преимущественно из областей математики, информатики и естественной науки. Таким образом, у нас на углубленном уровне изучается информатика, математика и физика. Ну, такие у нас вот наши IT-классы, но юридически это называется технологическим профилем. Также в 10-11 классах мы тоже предоставляем дополнительное образование, помимо как бы урочной деятельности. Здесь уже через доп. образование мы реализуем преподавание языка программирования C++ и продолжается работа по веб-программированию. В планах пока это еще не запущено, но хотелось бы тоже продолжить линейку по графике и уже изучать инженерную графику, но в программе AutoCAD. В целях содействия формирования цифровой образовательной среды на региональном уровне, повышения доступности электронных образовательных ресурсов и профессионального развития педагогических работников в компании Яндекс реализуется проект Яндекс.Учебник, в котором принимают участие в том числе и учителя информатики нашей школы. И курс информатика от Яндекс.Учебника, он включает в себя теоретические материалы, практические задания с автопроверкой, все материалы полностью верифицированы, соответствуют в ГОС и отвечают запросам IT-индустрии. И вот на данный момент наши учителя все отучились по данному курсу и в 7-8 классах на своих уроках они как раз-таки Яндекс.Учебник применяют. Если говорить вообще в целом о применении образовательных платформ в обучении, то здесь хотелось бы сказать, что еще в 2019 году, когда наша школа только открылась, мы сразу приобрели на всю школу лицензию на использование в учебном процессе системы Я-класс абсолютно на всю школу и для всех педагогов. И она служила для нас как дополнительный инструмент по обучению учащихся. И мы как бы остались тем довольным, что приняли такое решение. Ну а когда в марте 2020 года все школы перешли на дистанционное обучение, то вынужденно данный инструмент у нас перешел из разряда дополнительных в один из основных. Также мы входим в число школ, которые реализуют принципы персонализированной модели обучения. И здесь также у нас есть один цифровой инструмент, это школьная цифровая платформа Сберкласс. На сегодняшний день мы реализуем данную программу в параллели 5-6 классов. Важная особенность персонализированной модели обучения заключается в том, чтобы наряду с повышением эффективности обучения создать условия для индивидуализации воспитания и развития. То есть выстраивание персональной лично для каждого ученика траектории его обучения. И здесь одна из отличительных особенностей данной модели заключается в том, чтобы ребенок эффективно использовал время урока, а не в ожидании звонка с урока. За данными классами, которыми мы реализуем данный проект, закреплены специально оборудованные кабинеты, где возможно использование школьной цифровой платформы. К каждому ученика прикреплен свой личный ноутбук с доступом к этой платформе, с которым он и во время урока они могут к ней получать доступ, работать как индивидуально, так и в группах. И идет такое повышение эффективности учебного процесса для каждого ученика. Конечно, говорить о полноценном развитии собственными силами внутри школы нельзя. Все-таки ресурсы у каждой школы ограничены. И необходимо активно сотрудничать с партнерами. Мы активно сотрудничаем в регионе с нашими партнерами. И наши одни из основных – это Центр цифрового развития IT-куб, который сейчас открывается во всех регионах страны. И Центр развития и поддержки одаренных детей «Стратегия». Наши школьники обучаются по перспективным и востребованным направлениям IT-отрасли и получают знания в области цифровой гигиены и информационной безопасности. И ребята, которые обучаются в IT-кубе, им открывается возможность, конечно же, участия в различных конкурсах, фестивалях. У нас много проводится в регионе IT-фестивалей. И также они начинают уже осваивать азы создания виртуальной и дополненной реальности, учатся создавать мобильные приложения. И, конечно же, открытие таких центров для регионов очень важно, потому что они оснащены современным оборудованием. И наставники, которые там работают, они владеют актуальными, не шаблонными методиками обучения. Понятно, что мы не можем единолично занять все места в этом центре обучаться, но процент наших учеников довольно-таки велик. И как бы немного сказать о результатах. Нам всего лишь три года, но за три года получилось уже наладить работу. И что касается конкурсов IT-направления, то есть стабильно мы входим в число... Наши ученики занимают призовые места в различных конкурсах регионального и федерального уровней. Помимо вышесказанного нашего сотрудничества с IT-кубом, также у нас заключен договор сотрудничества с Липецким государственным техническим университетом. В рамках данного сотрудничества предполагается не только привлечение преподавателей с ЛГТУ. Понятно, что мы больше сотрудничаем с факультетом автоматизации-информатизации, то есть IT-направления. Но опять скажу здесь, что IT не является прямо самоцелью. Все-таки здесь еще для нас важно наладить вот эту сквозную траекторию уже с высшим учебным заведением. И здесь мы постараемся выстроить также систему наставничества, но уже студент-ученик. И учащиеся наши привлекаются к мероприятиям как образовательным, так и воспитательным, которые проводятся на базе технического университета. И считаем, что таким образом мы сможем выстроить и программу преемпу с высшим учебным заведением. Но есть еще некоторые у нас мысли о дальнейшем сотрудничестве, но это, наверное, уже в разговоре скажу. Мы также активно сотрудничаем с компанией МЭО «Мобильное и электронное образование». И наши ученики, кому не хватает того, что мы даем в школе, в онлайн-формате, уже изучают те языки программирования, которым еще интереснее, а мы не можем их реализовать по каким-то причинам. Конечно, хотелось бы больше сотрудничать с большими IT-компаниями, в вочном больше, конечно же, формате. Но в этом есть трудности. У нас в Липецке, например, больших IT-компаний нет. Есть небольшие, мелкие, но, скажем прямо, да, работы со школами им, ну, в принципе, неинтересно. Стоит сказать немного о кадрах. Конечно, реализация такого большого направления, она невозможна без команды. В нашей школе четыре высококлассных учили информатики. Я пятый, но я себя уже не могу даже больше причислить к информатике, потому что административная работа, конечно же, съедает огромную часть времени. Между командой, между сотрудниками разделены все представленные направления. Постоянно ведем по их самосовершенствованию. Обменимся опытом, следомышленным, проводим участие, участвуем в мастер-классах, тренингах и так далее. За последние буквально два года, видите на экране, да, перечислены различные курсы и мероприятия, в которых приняли участие наши учителя. Это Олимпиадная информатика, Яндекс.Информатика, методика преподавания в соответствии с Яндекс.Учебником и так далее. Совсем недавно наша команда ездила с экскурсией, наверное, скажем так, в офис Яндекса, где ознакомилась с его структурой и принципами работы. Но если подвести итог всему вышесказанному, то можно, конечно, сказать, что цифровизация, она плотно вошла в нашу жизнь. И, как было сказано в докладе Высшей школы экономики, универсальная компетенция и новая грамотность, умение программировать так же важно, как и умение читать. Но хотелось бы отметить, что цель нашей школы – это не подготовить программистов в чистом виде, а подготовить просто успешного человека 21 века, который умеет ориентироваться в нашем постоянно меняющемся мире и владеет теми необходимыми навыками в сфере IT. Спасибо большое за внимание. Спасибо большое, Алексей Александрович. У нас есть несколько вопросов, которые пришли в чат. Коллеги, если у Вас есть вопросы, тоже можно у Алексея Александровича их спросить. Алексей Александрович, вот такой вот вопрос, касающийся цифровых образовательных платформ. Когда они вводились в действие, у многих родителей были довольно смешанные отношения к данным продуктам. Как сейчас это отношение поменялось в связи с тем, что образовательные платформы цифровые себя очень серьезно зарекомендовали? Вы знаете, когда вводились цифровые платформы, мы, наверное, были в самом выигрышном положении. Почему? Потому что мы были совершенно новая школа. У нас были новые штаты сотрудников, то есть мы все пришли, только со всеми познакомились, в том числе и с родителями, и с учениками. И надо сказать, что наши родители принимали все те наши предложения, все те наши новации, скажем так, которые мы вводили. Хотя, да, нет, не скрою, не все так было прям здорово. Единичные случаи были, когда отказ был категоричный от использования платформ. Есть отказы не то, что как бы от использования платформ, заявления о том, что ни в коем случае не хотим, чтобы ввелся электронный журнал и так далее. Но хотелось бы отметить, что это случаи единичные. Сейчас вообще после вот этого волны, скажем так, что был негатив, спокойнее уже относятся ко всему. Ну, плюс мы знаем, что пока еще во многих регионах действует то, что дети могут по желанию родителей уходить на дистанционное обучение, и обучение происходит как раз-таки через эти платформы. Поэтому проблемы были, но в нашем случае они были единичные, потому что нам на руку играло то, что мы новая школа, и все принимали наши правила, по которым мы действуем. Но сейчас все, на мой взгляд, уже гораздо спокойнее. Спасибо большое. Вы упомянули о перспективах, которые есть у Вашей школы в конкретном регионе. Ну, в двух словах расскажите, как Вы видите себе дальнейшие перспективы развития школы информационных технологий? Перспективы вообще развития. Надеюсь, они будут радужными, и мы будем развиваться. Но вообще планы, конечно, есть. Хотим выходить немного на новый уровень сотрудничества. Я вот рассказал про детский сад, я бы рассказал про Липский госсартехнический университет. В принципе, еще и в этих двух направлениях много, над чем необходимо работать, не все пока готово. Но один из следующих наших партнеров, со следующего года, я думаю, мы заключим с ними соглашение, это специальное уже учебное заведение, Липский технический колледж. Очень там хорошо развивается тоже IT-направление, они двигаются в этом плане. Потому что так получается, что мы обычно работаем как раз-таки на детский сад преемства и на ВУЗ. Но мы немного забываем про то, что после девятого класса тоже многие ученики переходят сейчас учиться в специальное учебное заведение. И вот мы нашли то учреждение, которое так же, как и мы, придерживается направления IT, и хотим с ними наладить сотрудничество. Но буквально хотелось бы еще, если можно, про риски сказать, которые нас ожидают. Они есть всегда, эти риски, но мы не школа-комплекс, мы отдельно, обычно одно здание школы. И школа, конечно, у нас рассчитана по проекту на 800 человек. Нас сейчас уже 1200. В две смены учится начальная школа. Но старшая школа, как есть кабинет, и позволяет весь тот перечень топ-образования, что я перечислил, мы все реализуем в старшей школе. То есть есть физические помещения. В следующий год у нас уже по предварительному будет полтора тысячи, потому что у нас новый строящийся микрорайон. И, конечно, мы столкнемся с этой проблемой. Проблема просто физического размещения, и проблема, конечно же, большой нагрузки будет на преподавателя. Она и сейчас немаленькая, но будет вообще, конечно, очень большая. Спасибо. Коллеги, есть ли вопросы? Лучше микрофон, наверное, передать. Или, да, тогда можно я в кадр. Добрый день. Знаете, у меня два вопроса. Первый. Сколько у вас часов математики в старшей школе, вот у технологического профиля? И второй вопрос. Если у вас были выпуски, то можно хотя бы, куда поступили, кто пошел в IT, кто остался в Липецке, то кто уехал? Ну, просто вот примерно. Спасибо. Математика у нас часов по учебному плану в технологическом профиле 9 стоит. По выпуску, у нас выпусков пока было всего два, всего два. В основном, вот эти пока два выпуска у нас разошлись по городам ближним, Воронеж, Липецк и Воронеж, конкретно по IT-специальностям из этих профилей. Во-первых, раз поправили себя. Первый выпуск наш был общеобразовательный профиль, потому что только набрали совсем всех новых. То есть технологический выпуск был пока один. Выпускались у нас там 15 человек, и конкретно в IT ушли, чтобы не соврать, конечно же, но 50%. Не 100%, пока не такой результат. К этому идем. Еще вопрос? Добрый день. Подскажите, пожалуйста, немножко более подробнее раскройте, как у вас происходит настройка персональных траекторий. Это только доп. образование, это классы разного уровня. Вы в своем докладе упомянули, что вам в этом помогают цифровые платформы. Интересно, как? Ну, здесь персонализированная модель обучения наша, точнее не наша, она выдумка не наша, это абсолютно. Это Санкт-Петербургский государственный университет, Лена Ивановна Казакова, как бы Григорий Полжавец, это инициаторы, те, кто были философы от разработки. Мы включились в это во все. Здесь в чем? Это даже не то, что это не про информатизацию больше. Это философия. Когда каждому конкретному ученику выстраивается его конкретная траектория. Там есть несколько уровней освоения предмета. 2.0, 3.0, 4.0. 2.0, скажем так, но будем по-простому говорить, это базовый уровень. 4.0 это изучение более углубленного материала. 5.0 это уже выход вообще. 4.0 это выход междисциплинарный, то есть создание проектов, проведение исследований. И получается то, что когда на старте, во-первых, изучаем предмет по-модульно, модульно идут изучения тематик, определяется на каком уровне конкретно ученик хотел бы изучать этот предмет. В идеале, конечно же, мы должны прийти к тому, что ученик сам будет проектировать свою траекторию. Пока что это все делается с помощью учителя. То есть составляется на него маршрутизатор, маршрутизатор его, по которому он как раз исследует и идет к своей конечной цели. То есть, скажем так, вот обычно, когда идет обычный урок, мы ведь как, у нас есть 3-4-5, правильно оценки? 3-4-5. И работа идет на среднего ученика, ну будем прямо говорить, правильно? Да. Но с помощью вот этого разделения и конкретного маршрутизатора на каждого ученика уже мы определяем, кто идет, пойдет на междисциплинарный, даже идет на 5.0 уровень, кто чисто на базовом уровне это освоит. А вот платформа как раз таки, ввиду того, что учителю все-таки сложно самостоятельно это все сделать, хотя можно, но сложно, платформа помогает сформировать тот пул заданий, который он выполнит для освоения конкретного уровня. Если коротко, это так, там философия большая, еще можно много чего добавить. То есть, точнее, а вот на уроке все дети, которые идут на уровень 2.0, 3.0, 4.0, они сидят все вместе, но кто-то в это время выполняет продвинутые задачи? Разный уровень заданий. Да, здесь в чем интерес этой модели, в чем сложность для учителя как раз таки, здесь сложно учителю сначала это все принять. То, что идет смешение классики, классического урока как раз таки с разделением на персонализацию. И да, в идеале, когда уже все прошло первоначальный этап, когда задана базовая идея модуля, когда определена проблематика, то дальше уже идет разделение. Кто-то группами соединяется сразу и работает именно группой по, например, сразу делают проект, к примеру, да. Кто-то индивидуально работает, то есть, да, на уроке они занимаются порой разной деятельностью, они одновременно все идут по классике, скажем так, да. Коллеги, спасибо. Алексей Александрович, спасибо вам огромное. Спасибо.